Доброе утро, ребята! Сегодня тридцатый день воды. С собой в поездке у меня небольшие остатки классной сыворотки от бренда Дальба греческой косметики. Я их рекламировала. Очень классно. И, в общем, пару дней назад я уронила эту баночку, и у меня пипеточка стеклянная, конечно же, разбилась. Теперь надо гапать в ручку. Как-то так. И последний шаг. Кремик под глазами. Ой, под мои обуши глаза. Сегодня очень солнечный день. До 27 градусов тепла. Ладно, тут почти каждый день так, но сегодня прям утром 24. Я надеялась побегать с утра полтора часа, но, наверное, я уже буду ждать вечера. Когда мы наконец-то переедем в долгосрочную квартиру, я думаю, что первым делом я решу вопрос с кофемашиной. Конечно, в идеале перевезти все для Кемикса, то, что я покупала в Питере. Но если вдруг это будет невозможно, то реально первое, что я куплю, это кофемашину. Потому что эта зависимость от кофе меня разоряет. И, слава богу, я нашла здесь дрипы наконец-то. И мне там привозили немножко из Москвы, из Питера. Но в некоторых городах было довольно дорого постоянно покупать кофе. А где-то просто очень лень или как бы неудобно ехать куда-то. И там еще сидеть тогда потом. А хочется попасть дома, попить кофе, когда ты только просыпаешься. В общем, да, такая мелочь. Но хочется, чтобы все это было удобно. На этот раз я нашла во Фласке дрипы. При том, что три недели у них их вообще не было. И у них они из Блуменбрю. Это московская кофейня. Я помню, что жила в доме, где находится Блуменбрю. В общем, это для меня такая особенная кофейня в Москве. Потому что я там часто бывала. Индонезия с натуральной вишневой колой, яблоком и шоколадным стаутом. Что бы это ни было, в общем, очень вкусно. Рекомендую. И также в кофейне Big Apple тоже взяла их дрипы. И у них даже продается Decaf. Я вообще в шоке. Решила просто попробовать. Тем более, иногда мне очень хочется кофе. Но у меня как бы уже... Мне уже хватит кофе. Вот. Так что довольно полезная вещь. Я даже не рассказывала об этом на канале. Но в прошлом году я делала 30-дневный челлендж жизни без кофе. И я реально справилась. Хотя, не знаю, первые недели у меня была просто жуткая ломка. Я все время думала, что я хочу кофе. И я прям первые дни реально, мне кажется, меня там чуть ли не в пот бросало. Но это всегда просто потому, что организм привык. Но, в принципе, это было реально. Но после этого я все равно стала пить кофе, как и раньше. И меня все устраивает. Вот. Но иногда, да, когда переборчу, вот это вот немножко мандраж, такая трясучка мне не нравится. Теперь как выглядят мои коленки. Невозможно приятно, когда с вчерашнего похода в Макдональдс что-то остается наутро. Например, шьели в Балищ. Я сейчас выбираю заставку для тамбнейла для первого эпизода нашего подкаста с Пашей. Покажу вам кусочек. К сожалению, он выйдет только на Патреоне и на Бусти. И в дальнейшем, по крайней мере, в ближайшие пару месяцев, если мы будем записывать регулярно, я думаю, что он будет выходить именно там. Ссылка будет в описании. Так что переходите, кому интересно. И перенести этот проект на Патреон. Ура. Ну, ребятам-то ура. А вот тем, кто это не увидит, конечно, грустно. Ну, что поделать. Ну, вот, может, ты переоцениваешь нас. И наоборот. Из-за того, тем, кто увидел. Перед выходом на улицу нанесу крем с SPF. Тут не очень большая защита, но, вроде как, я недолго буду на солнце, так что норм. Мы идем гулять? Да. Хороший мать. Ну, что это такое? Мать, да, молодец. 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 Все. Иди. В этой руке у меня только что был мусор, поэтому штатив я несу вот так. 11.15. Гуляем с этим прекрасным пёщиком. Музыка. 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 Камера разрядилась. Не очень долго, конечно, батарейки хватило. Музыка. 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 железо, тортиферон, и вот эти две капсулы, и еще две вечером, это для связок. Еще пью магний, но его нужно принимать ближе к вечеру. Они не берут в тему мехам, а в музыкале, как ты требовала, чтобы быть с тобой, дайской компании. Я не играл свои военные, но в целом, но я не мог бы дать и ради других других, какие-то другие тусы, которые выражают мне. И потому что, категорически, может быть, это классика, это может быть кучей-то, может быть, это не классика, это не последовало в двухрод不是 конкретных эхаком. Спонсор этого видео и моего ментального здоровья — это онлайн-сервис психотерапии Ясна. Я хожу к психологу уже вот 7 месяцев регулярно, и очень интересно наблюдать, как это на меня влияет. Ещё часто меня спрашивают, в каком направлении мы работаем, и это гештальтерапия, другие я не пробовала. Я пошла из интереса и желания изменить свою жизнь, проработать какие-то неприятные мне установки, но с февраля это было, скорее, что-то очень поддерживающее для моей психики, и вот только буквально, не знаю, последний месяц-полтора я снова почувствовала, что хочу работать с тем же самым запросом, с которым пришла, и как-то, в принципе, разговоры свелись уже к этому. Не знаю, если честно, как долго буду продолжать, и вообще это интересный вопрос, в какой момент, может быть, перестать ходить. Я для себя решила, что год буду делать это регулярно, и потом как-то пересмотрю, пойму, стоит ли продолжать, или, может быть, всё, хватит, достаточно. Если вы не знаете, где найти своего психолога, то я вам от души рекомендую сервис онлайн-психотерапии Ясно, потому что там можно очень быстро и легко найти подходящего вам квалифицированного специалиста. Меня, кстати, иногда в директ просят контакт моего психолога, и я, если честно, не дам никому его, и это не из жадности или чего-то такого, и даже не из каких-то соображений, что мне страшно давать. Мне просто кажется, что это бессмысленно, и, может быть, у вас у кого-то есть ощущение доверия именно к моему психологу, но у нас, возможно, совсем разные запросы, какие-то вот эти ощущения, кто нам нужен, не знаю, мужчина-женщина, какого возраста, с каким опытом, и, ну, всё это лучше под себя индивидуально подбирать. На Ясно как раз можно быстро заполнить анкету, где вы можете описать своё состояние и запрос, на основе которых как раз подберётся такой пул подходящих специалистов, из которых уже можно выбирать по своим каким-то ощущениям. Сервис создан психологами, а сами кандидаты отбираются очень строго, они проходят личное собеседование, проверку их образования и какие-то рекомендации показывают. Дату и время сессии можно выбрать прямо на сайте, не нужно никак дополнительно связываться с психологом, и, конечно, нереальный плюс, что можно заниматься из любой точки мира, в любом часовом поясе, главное иметь стабильный интернет и какое-то спокойное место для комфортной сессии. У меня также есть для вас промокод Carlinakey, который даст 20% скидку на первую сессию, а самое главное применить его при регистрации. Перерывчик на обед, и у меня вол с булгуром и курицей. У муви голодный взгляд. Три этапа мувички около того места, где мы едим. Подруга моей подруги, Катя, давала мне книжки почитать. Все, ну, нет, не все, три прочитала, в общем. Четвертую, ходячий замок, решила не читать. Вот, сейчас буду возвращать. И, конечно же, то, что миленькое вложило, открыточку из Тбилиси, мачо. Возможность вызвать курьера и просто через доставку передать какую-то вещь кому-то на другой конец города, это, конечно, просто нереальное спасение. Спасибо этой опции, потому что раньше, когда-то, нужно было всегда возить самой, тратить кучу времени. Сейчас все в пару кликов. Два часа, мувичка и тут, и тут. Сижу за компьютером, делаю всякие делишки, также еще фотографировала сейчас книжки. Боже, что за рифмы. Вообще, сегодня воскресенье, и, как ни странно, я постоянно в воскресенье очень много работаю, и не знаю, почему так получается. Нет, точнее, я знаю, потому что в воскресенье все дадут гулять, и везде много людей, и я, как бы, использую это время, наоборот, по-другому, чтобы в будни можно было где-то ходить, где будет мало людей. Вот, но из-за того, что я сегодня снимаю видео, вообще-то я хотела, как бы, больше быть на улице и что-то показать, рассказать. Так что, надеюсь, что скоро все закончу. 3.22. Должай работать. 4.30. Мы с Муечкой идем бегать, да, бегать. Мне срочно нужна какая-нибудь кофточка для бега с длинным рукавом, чтобы не загорать. Единственное, что у меня есть, это длинная куртка от ветра и, можно сказать, дождя защита, но мне, конечно, солнце очень жарко, и она довольно сильно хорошо закрывает тело, то есть даже слишком, так сказать. Но без нее я боюсь идти, что у меня загорят вот так вот сильно руки. Просто из машины такой жар, что Муви не хочет в нее залазить. В общем-то, и я тоже. Бля, бог. Просто. На улице плюс 27, на солнце. Невозможно жарко в машине. Невозможно напекло тут уже. Сан-Кашкай в каршеринге. Это, наверное, моя самая любимая машина. Ну и самая такая комфортная. Ну, ешкин-матрешкин. Кстати, из-за большого количества деревьев везде около дорог иногда я не замечаю светофоров. Реально, они просто спрятаны в деревьях или как-то с определенного ракурса их не видно. И для машин, и для людей. И я так один раз на красный перебегала с уверенностью, что у меня зеленый. Сегодня я бегу 90 минут в зоне 2. Это такой слабый пульс, очень спокойная пробежка, но длительная. И я решила, наконец-то, пока мы еще в Алма-Ате, пробежаться по Теренкуру. Примерно представляю, что это. И даже видела кусочек. Но я не знаю, где правильно начинать, как бы откуда бежать. В общем, в интернете нагуглила адрес Достек-104. Это, в принципе, центр, где гостиница Казахстан, где много раз была. В общем, надеюсь, что я не спутаю, куда бежать, и пробежка будет приятной. Потому что вчера с Пашей, так сказать, были моментики, где мы приехали, не особо понимали, куда идти, куда мы вообще ехали. Вот. В общем, сложно потеряться, если не знаешь. Ну и, конечно же, будем надеяться, что моментика еще помнит, что такое длительные пробежки. Но выдержит это испытание. Мой притянул меня в кусты. Тенечек. Я тебя понимаю, понимаю. Надо бежать. Я отсюда переместился уже сюда. Под другие веточки, под другой тенечек. Шесть двадцать. Мы с Моечкой пробежали ровно час. Так как он уже сдает позиции, и начинает немножко закрывать сзади, цена у меня в кусты, в тенечек, на палочке, я решила взять сейчас опять коршенька, отвезти его домой, полчаса добегать без него, потому что, ну, как бы, я понимаю, что ему жарко, и, не знаю, наверное, мне самой будет проще бежать без него. И так забавно получилось, что та же самая машина ждет меня на том же самом месте. Назад мой уже едет вот так, так сказать, развалившись на коврике. Абсолютно некорректно работающий шкаф, дверцы ударяются друг об друга, здесь поцарапано, механизмы поломаны, новый шкаф. Семь часов я вымылась, и мы справляемся ужинать и гулять. Мы пришли в Афишу, я ее видела просто в жизни и захотела здесь посидеть когда-то. А где она? А где она тут танцующая? Танц... Да! Десять часов. Надо начинать собирать чемодан, потому что завтра утром мы, в принципе, успеем только встать, поесть, и уже надо будет съезжать с квартиры. Но так лень. Столько вещей. Давай муточки заберем. А яйца будем забирать? Блин, опять продукты пропадают. Вчера я забронировала новую квартиру на последнюю неделю в Алмате и проверила, что там можно с животным, естественно. И хозяйка приняла бронь, и потом буквально через пять минут спрашивает, а что у вас за собачка? Я ей ответила, и она пишет, нет, собаками нельзя, я там фильтры не поменяла. Кстати, Паша, реально, она меня сперва спросила, что за собака, что за животное. В общем, ужасная женщина, потому что с нас списали деньги, и возврат там до 15 дней, ну и в принципе она начала просить, чтобы я отменила бронь, потому что она не хочет животное. Но обычно, если ты отменяешь, короче, кто отменяет, то ты теряешь деньги. И у хозяевов на Airbnb, у них как бы вот нет возможности отменить, если они уже сами согласились, потому что иначе комиссия с них списывается. Но на самом деле так получилось, что я могла отменить с полным возвратом, я просто этого не понимала, но я говорю, отменяйте сами, типа я не буду. Ну вообще, короче, неприятно, и эта квартира была на неделю, и, конечно, не хотелось ее терять, плюс она довольно симпатичная, я на нее давно смотрела, но в итоге, конечно, по коммуникации, блин, я уже поняла, что лучше отменить и вообще не спорить. Вот, и в итоге мы будем жить в следующей квартире два дня, две ночи, и потом, по-моему, даже в том же доме или в соседний дом переедем. А, и та хозяйка предложила заплатить двойную сумму за животное, то есть бронь стоила 316 евро, и она говорит, заплатите дважды, тогда можно с животным, я думаю. И вот в этих следующих двух квартирах вообще ни слова про животное, никаких экстрофий, все отлично, короче, какие-то странные люди есть. Вот так что у нас неделька переездов. Ну что, Муечка, надо вставать, давай, подъем, 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 чемодан собирать. Чемодан? Мови, пойдем собирать чемодан. Паш, Мови не хочет. Нам надо собрать чемодан так, чтобы через два дня его не надо было собирать, то есть все необходимые вещи на два дня лежали сверху, но вообще желательно через неделю тоже не надо было собирать, это маловероятно. Муечки на игрушки придется выбросить. Хорошо, что Муечка не понимает человече. Продолжение следует... Тут Муечка начал собирать, потому что Каролине было лень. Муечка накидал чемодан. В целом он почти собрался. Здесь Каролина доделать. Что у нас тут все прихорашивается, пока Муечка собирается? Почти 12 ночи, парни уже одной ногой спят. Чемодан уже полностью заполнен, но еще очень много всего валяется мелкого. Хотя как-то Паша, сюда же хорошо. У меня не молиться по-другому не бывает. Муечка грустит, потому что некоторые игрушки придется попозже остаться. Но пока что все его игрушки влезли в маленькую переноску. Мы ведь две переноски. Смотри, сейчас главное это за краску нет скупстили. в Стамбуле в коридоре плакат упал и немножко отшкобил краску. Паша, мы уже 4 месяца скитаемся по миру. как цыгане. Качевный образ жизни. Качу ее. Надо заранее написать, где мы будем в августе. И отвечаем на вопрос людей, как я вожу плакаты. Та-дам! У меня еще второй там. Блин, некуда положить. Боже, я забыла. Они должны быть здесь. А, ну, кстати, вот эти потенциалы использовали, это должно быть чего? Спасибо большое за просмотр этого дня. Конечно, вышел он не таким веселым, как я предполагала. А у тебя сегодня был твой день по часам? Ты что-то снимала вообще сегодня? Ну, снимала. Ну, блин, ну, реально тухловато вышло. Ну, и что? Так тоже бывает. Не все дни классные. Да, мультик. ну, получается, ты не засняла, как ты белье разбираешь? Не полный день по часам. Очень спасибо большое за просмотр и пока! Каша разливала тут воды. Теперь приходится так вот скакать. ой, есть такой тренд про трилс. Видел? А, я же тебе скидывала, программиста. Я его чуть не поняла вообще. За пятнадцать белая стиралась. А, ладно, ладно. А, мокрая! Развешиваю носочки за Пашу и футболочки его. Потому что Паша что? Снимает меня. Бартер такой вот у нас. Трусы стираю. Хорошо, еще не требует денег за... Еще не вечер, так сказать. Мне было так, просто снимать, и в кадр будут просто падать вещи. А, самое главное, что там столько шерсти на полу. Голи, посмотрите, какой-то звучит. Удайк. Мам, полотиться не считается? Просто целый чемодан идет. Целый чемодан. Ну, ничего. А ты понимаешь, что она никак не влезет? Почему? Если только не открыть. А уже не открыть. Ох, на открыть. Потом заново опять здесь? Да, шоу. Так а что там, дофига? Два раза спустимся, ничего страшного. Да блин, а что? Да зачем? Да, шередшая водка. Так а зачем? Да давай, засуну. Да не надо. Мойчик, берешь в зубы свои две переноски и тощешь. Одну в зубы, вторую на спине. Ёба. Ну, мы не засняли, как ты ложишься спать. Не полный день, по часам. Ну, что? А как мамы справляются? Карабин раздевается? Надо снять, как муличка смотрит, как карабин раздевается. Я вот заморгала, в шоке. Так, ну, раньше часа мы не уйдем. Это понятно, как бы. У нас столько дел, 9.05. Сейчас покиноки. Вот так вот я ложись спать. Да, муличка? Борьба за одеяло. Тут еще Паша лежит. Пока! Ты не вовремя выключил? Да? Ты сказала пока? Да. Давай еще. Пока! А когда надо? Ты медленный. Ну, вот я сказала пока, и на вот так вот, ааа, вот ты вот, ааа, на три счета. Все снимаешь? Угу. Что-то видно, что-то? Ну, нет. Говорю, давай уже закончим этот влог. Давай. Так я его включу. Все, выключай. Угу. Как дырать? Субтитры подогнал «Симон»